Евгений Спирица. 14 запрещенных приемов общения для манипуляций. Власть и магия слов. Выражаю благодарность моему учителю Михаилу Михайловичу Пелехатому. Он не только познакомил меня с идеей так называемых фокусов языка, запрещенных приемов общения, свойственных манипуляторам, но и показал их мощнейшую эффективность на практике. Моей жене Оле, Ане Юдановой и Андрею Овсянникову, без которых эта книга никогда бы не вышла в свет. А также отдельный поклон Татьяне Минеджан, которая сделала все возможное, чтобы книгу увидели читатели. Дорогой друг, более 20 лет практики и переговоров, причем жестких переговоров, нашли отражение в этой аудиокниге самоучители. Я очень надеюсь, что этот практический опыт позволит тебе выходить с победой из самых сложных ситуаций. Дело только за тренировкой, без нее результата не будет. Итак, в бой! Введение. У этой книги изначально было несколько названий «Презентуй как Обама», «Отвечай и парируй как Путин». Их объединяет тема, выраженная термином «мастерство коммуникации». Но даже это словосочетание не отражает суть той идеи, которую я хочу вам передать. Мне очень хотелось сделать такую книжку, которая включала бы в себя квинтэссенцию самых эффективных приемов коммуникации, в которой шла бы речь о простых и очень действенных техниках и технологиях общения, существующих сегодня. И я создал такую аудиокнигу. Вы ее слушаете. Эта аудиокнига не просто о мастерстве коммуникации, это медитация протяженностью в 27 лет. В нее вошли самые лучшие качественные технологии, проверенные техники, которые я собрал, проведя огромное число переговоров, в том числе переговоры с террористами и преступниками, выступления в судах, взаимодействия с полицией. Через некоторое время мне захотелось поделиться с другими людьми всем тем, что я знаю и умею. А самое главное тем, что мне удалось смоделировать, наблюдая и общаясь с лучшими переговорщиками. Здесь вы найдете только практические знания и концентрированный опыт, никакой воды. Я никогда не претендую на полноту описания опыта. Именно поэтому моделирую и много наблюдаю за прекрасными ораторами и переговорщиками. Считаю, что нельзя останавливаться и заявлять, что ты знаешь все. Есть такой парадокс педагогики. Вчерашними знаниями сегодня учить человека жить и работать в завтрашнем дне. Поэтому мы будем учиться самообновляющимся принципам. Усвоив их, вы сможете самостоятельно обучаться дальше. Выполняйте те задания, которые встретятся в этой аудиокниге, и вы сможете стать магистром коммуникацией, как стали ими сотни моих учеников. Несмотря на то, что основная идея аудиокниги – изучение фокусов языка, запрещенных приемов манипуляций другими людьми, мы будем рассматривать множество моделей, которые стоят за пределами нейролингвистического программирования. Первое и самое важное задание я прошу вас сделать прямо сейчас. Можно говорить о техниках и технологиях, но если цель не поставлена, то она не будет достигнута. Постановка цели – это, кстати, самое первое и главное правило в любых переговорах. Хотелось бы, чтобы так было в любой коммуникации. Когда я писал эту книгу, у меня была своя цель. Надеюсь, и у вас есть своя. Будет прекрасно, если они совпадут. Идея книги и курса по коммуникации возникла у меня после того, как очень давно в юности я посмотрел фильм «Здесь курят». С тех пор прошло много времени. Мои ученики часто задают мне вопрос, «Как побеждать в любых переговорах так же легко, как вы или Ник Нейлор?» И здесь вы найдете ответ на этот вопрос. Мы будем учиться побеждать даже в тех случаях, когда нужно быстро перетянуть симпатий аудитории на себя, несмотря на то, что изначально люди настроены против нас. Ник Нейлор – вполне реальный персонаж. Он просто в совершенстве владеет коммуникативной культурой и навыками. Вы можете достичь тех же результатов. Вы точно так же способны побеждать в переговорах, доказывать свою правоту, выступать перед публикой и истягивать с точку зрения других людей на себя, когда вам это нужно. Станьте магистром коммуникации и легко беседуете с любым человеком на любые темы. Дорогу осилит идущий. Но для того, чтобы идти по этой дороге, давайте договоримся о правиле. За содержание образования отвечаю я, а за результат – вы. Я могу и умею убеждать и переубеждать людей, побеждать в сложных переговорах. Я хочу, чтобы вы тоже этому научились. Но для этого нужно не просто прослушать аудиокнигу, нужно выполнить задание и практиковаться. Содержание этой аудиокниги находится за рамками обычных переговоров вроде win-win, где у людей есть цель договориться между собой. Такие переговоры я называю договорка. Во всех остальных случаях в переговорах есть конфликтная составляющая. Большую часть времени мы находимся не в состоянии договорки. Мы как раз ведем переговоры, где существует конфликтная составляющая. Именно поэтому родилась аудиокнига, посвященная не гуманистическим, а боевым методом коммуникации, когда тебя пытаются разрушить и подавить. И тут нужно помнить только одно. Со слабыми не договариваются, им диктуют условия. Нас не учили быть сильными. Нас с самого детства учили быть хорошими и правильными. То есть удобными. Удобными для родителей, потом для учителей в школе и, конечно же, для общества. Навыки жесткой коммуникации мы приобретали позже путем реального общения и взаимодействия с окружающим нас миром. Но никто и никогда нас не учил боевым и жестким переговорам. Этот навык нам приходилось приобретать самостоятельно путем проб и ошибок. Я иногда думаю, а что если бы эти знания были у меня 20 лет назад? Тогда, наверное, многое в жизни можно было бы поменять. А сколько ошибок можно было бы просто не допустить? Это аудиокнига «Тренажер-самоучитель. От теории к практике, от простого к сложному». Три шага на пути к переговорной гибкости. Знания. Что такое магия языка? Умения. Виды фокусов языка. Навык, дзюдо и карате фокусов языка. Часть первая. Что такое магия языка? Урок первый. Магия языка, как воздействует наша речь. В течение 24 лет я занимаюсь профайлингом и детекцией лжи. За это время понял, что самое главное – не уметь читать и интерпретировать мимику и жестикуляцию, а научиться слушать человеческую речь. Главное не то, что тебе говорят люди, а то, как они говорят. Если ты понимаешь этот принцип, то человек становится для тебя управляемым. Не случайно древние говорили – кто понимает название, тот понимает саму суть вещей. Я хотел бы рассказать несколько историй о магии языка, потому что именно она лежит в основе этой аудиокниги. Мы с вами станем теми людьми, которые с помощью слов, слов-связок, раскруток, магии языка и дополнительных моделей будут создавать иные состояния. Знаете, почему я употребляю термин «магия языка»? Потому что только с помощью лингвистики мы можем создавать совершенно другие модели реальности. Давайте возьмем одну из самых первых метафор, которые содержатся в Библии. Помните, с чего начинается книга «Бытия»? Вначале было слово, и это слово было Бог. Сначала слово. В нашей реальности, если нет коммуникаций и нет коммуникативных структур, мы не можем создать какой-то материальный или психический образ. Именно поэтому мы вводим понятие «магия языка». Если мы можем что-то описать, то получаем реальность. Мы получаем некий формат, с которым уже можно работать. Приведу еще одну метафору. Эту книгу я пишу на райском острове Доминикана. Раньше он назывался Эспаньола. Именно сюда некогда приплыл Христофор Колумб. Здесь всегда тепло, всегда светит солнышко, не нужно тяжело работать. Кокосы и бананы – океан, в котором водится рыба. Всегда приятный климат, плюс 28 градусов, можно обходиться практически без одежды. На этом острове раньше жили индейцы Таина. У них не было необходимости воевать за ресурсы, так как здесь всего было вдоволь, и тут приплывает Колумб. Таина вышли к гостям с миром. Они не знали, что такое мушкеты и ружья, что это за люди, перед ними одетые в латы. У них не было названия лодкам, на которых приплыли испанцы. Они не знали, что это за страна, откуда те прибыли, и потому так их и называли люди из ниоткуда. В языке индейцев не было описания тому, с чем они столкнулись. В результате колонизации Таина вымерли. Но приведу один интересный факт. Сначала индейцы вели себя совершенно безропотно, но смогли начать сопротивляться испанцам, когда в их языке появились такие понятия, как порох, ружье и бледнолицый человек, которого нужно вытащить из лад. Когда у индейцев появилось описание данного опыта, в том числе сенсорного, это позволило получить доступ к необходимым ресурсам и состояниям. Они перестали обожествлять пришельцев. Когда я трудился в правоохранительных органах и специальных подразделениях, то думал, что оружие и есть сила. Но после знакомства со своим наставником Михаилом Пелехатым, понял смысл фразы «хорошо подготовленный психолог страшнее шахида». И окончательно в этом убедился, когда учился и работал под руководством уникального человека и полиграфолога Владимира Владимировича Коровина. Люди рассказывали ему то, что никому никогда не рассказывали. И не просто люди, а причастные к страшным преступлениям. Какими же качествами обладают уникальные переговорщики, успешно использующие свою коммуникативную культуру и мастерство общения для того, чтобы добиваться своих целей. Я привел в пример своих учителей. Такой же удивительной магией обладал Милтон Эриксон, создатель эриксонианского недирективного гипноза. С помощью слов он лечил людей. Магией слова владела и Вирджиния Сатир, детский психиатр и психотерапевт. Она делала все возможное, чтобы помогать детям, оказавшимся в очень сложных ситуациях. Все эти люди в совершенстве овладели магией языка. Что они делали с помощью слов? Они создавали другую реальность, благодаря которой человек менялся. Вспоминаю еще одну метафору. Буддийский монах встретил женщину, которая попросила его о помощи. Он, конечно, откликнулся на просьбу. А женщина закрыла монаха в сарай и сказала, что он сможет выйти только в том случае, если выбьет дверь, либо убьет козу, либо переспит с женщиной, либо выпьет бокал вина. Монах оказался в сложной ситуации. Если он выбьет дверь, то нарушит принцип «не навреди». Если убьет козу, то нарушит принцип «не убей». Если переспит с женщиной, то нарушит принцип «не прелюбодействуй». Если выпьет бокал вина, то нарушит принцип «не пей». Монах решил из всех зол выбрать самое меньшее. Он выпил вина. После этого он переспал с женщиной, убил козу и выбил дверь. Когда Владимир Высоцкий услышал эту притчу, то не пил после этого целый год. До этого его много раз уговаривали «Володя, не пей». Но эти слова не имели такой силы убеждения, как притча, которая помогла ему год продержаться без всяких препаратов.